Душа, если она хочет любить, то она рождается женщиной. Если душа хочет побеждать трудности, она рождается мужчиной. Говоря о том, что женщина нуждается в близких отношениях, когда мужчина нуждается в отношениях, в которых он будет чувствовать себя сильным человеком. Это суть уважения к человеку, самое главное. Если я понимаю, в чем нуждается человек, и даю ему то, что ему надо, это называется уважение. Допустим, женщине нужны ласковые слова, нужна нежность, нужно терпеть её эмоции. Нужно понять принцип достижения истины женщины. Женщина не может достигать истины через давление. Допустим, иногда мужчина пытается доказать женщине свою правоту через рассуждение, через объяснение ей, строгое объяснение чего-то. Это пустая затея. Женщина понимает истину только через тёплые слова. И она никогда не примет истину, когда на неё давит логикой, философией и так далее. Мужчина нуждается в правильной оценке себя как Личности. А как женщина, точно так же, как женщина сливится к любви, ей нужна нежность в отношении, ласка. Точно так же, мужчине нужна правильная оценка. То есть, допустим, мужчина говорит о своём поступке каком-то. Он не нуждается, ну, то есть, он не нуждается в данном случае в том, чтобы сказать, что это хороший поступок или плохой. Он нуждается в поддержке. Допустим, женщина должна сказать, что ты молодец, ты старался, у тебя всё получится, у тебя всё будет нормально, ты сможешь победить и так далее. И так далее. И так нам сто процентов спросит её мнение потом. А как ты считаешь, это хороший поступок или нет? И она может скромно сказать, я считаю, что не очень хороший поступок. Но всё равно я с тобой. Я за тебя. Ну, то есть, когда женщина оценивает мужчину, она, когда не поддерживает его, она таким образом обрезает ему крылья. Если птица обрезает крылья, она уже не летает. Точно так же мужчине, если сказать, что ты идёшь никуда в жизни, тогда он вообще никуда не пойдёт. Потому что мужчина не может быстро поменять направленность своего движения. Он очень с большим трудом вообще понимает, куда ему двигаться вперёд. И когда он выбирает какой-то путь, то поменять его для него крайне сложно. Поэтому женщина нуждается в женской поддержке. Не в оценке, а в поддержке. Женщина нуждается в ласке, мужчина нуждается в поддержке. Это называется уважением. Если жена всё время гасит мужа своими словами, она говорит, что ты вообще ноль, ты не мужик, ты там неправильно себя ведёшь, у тебя нет способности много зарабатывать, слабый человек. И если она ему говорит такие слова, то никогда не будет сильным, никогда её не будет любить. И он не захочет с ней жить, с такой женщиной. Потому что она разрушает в нём сам принцип русского существования. Точно так же, если мужчина с женщиной всегда очень строго себя ведёт, пытается ей доказывать всё глубоким таким толком, нажимает на неё психически, не даёт ей в себе рта открыть. Он разрушает таким образом саму основу женского существования. Женщина рождена для нежности, ласки, для любви. Мужчина рождён для победы. Если люди разрушают саму основу друг друга, они не смогут жить вместе. Хоть у них хорошая совместимость, хоть очень хорошая совместимость, от этого ничего не меняется. Нет уважения, нет любви. Любовь живёт, действует через уважение.